вот сейчас мы с вами соберем значит вот у меня есть моя основа мы сейчас берем кусочек иноплекса девчонки все делаю сейчас быстро потому что у нас время поджимает так чтобы вставить вовнутрь поместится почти поместится ставлю вовнутрь на термоклей термоклей наношу на основу не на пеноплекс а на основу ничего страшного наташ все правильно что ты спрашиваешь это очень хорошо что ты спрашиваешь потому что у нас но много да так и теперь смотрите а я сейчас начну зелень вставлять зелень у меня искусственная потому что сейчас мы делать ее точно не будем да вот я ставлю искусственную зелень вот но прежде чем я еще с ее буду ставить я хочу расформировать композицию то есть как она у меня будет мне же там еще и физалис и розы все 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 вот две таки пушистый будет одну веточку рублей 60 что ли она 60 ли не помню вот если у вас есть зелень какого-то другого плана отлично значит у меня есть место где я хочу расположить мою розу вот она хочу ее как так это не совсем корзинки да а повыше нужен хвостик я об хвостике не посмотрела поэтому буду сейчас его вставлять отдельно проволока очень тонкая не выдержит вставляю более толстую проволочку сначала приклеив клею ее вовнутрь так вот так а теперь проволоку та которая была розочка да я ее просто закручу так вот все закрутила отрезала вот взяла заклеиваю бумагу какая у меня была и буду тейпировать затейпирую а потом уже буду саму розочку сажать тороплюсь обжигаюсь холена город не получается мастерка это розочки может я вам сложно их даю я я вроде стараюсь давать как нужно так хочу сюда воткнуть первую розу втыкаю сюда высота розы то есть все все розы у меня будет 15 сантиметров но я хочу поменьше ножка вся роза у меня получается 15 15 вся то есть вся роза 15 сантиметров втыкать буду сюда пеноплекс можно покрасить в зеленый цвет я не оборачиваю гофрированной бумагой я крашу в зеленый цвет это тем кто не знает вот воткнула будет здесь я и воткнула теперь у меня и начинается идея по поводу физо леса так хочу сначала связать несколько штучки 3 шиповника так свяжем между между собой отлично дальше еще три шиповника на разное на разной разной длине они так интереснее смотрится давайте еще три шиповника посмотрим может быть их потом это куда-нибудь вместе пристроим так ну что давайте попробуем повтыкать посмотреть что будет то есть я зелень потихонечку будут вставлять в основу вот сюда вот вставлю так вот сюда я свешу немножечко шиповник вниз то есть под розочку я хочу добавить свисающую веточку шиповника так у меня шпажки нет придется так ладно буду поводок пропекать шпажки нет под розочкой мне будут веточка шиповника я их смешу так будут спадать так этот шиповник я хочу разместить вот здесь вот то есть один здесь другой противоположной стороны на термоклей потому что проволока не держится в пеноплексе вот так вот так эту мы пока подождем использовать давайте попробуем физалис теперь воткнуть значит физалис их можно кстати несколько ну несколько штучек физалиса да вот объединить друг с дружкой так я убегаю то есть взять один выше другой ниже так возьмем эту же ленточку этого же цвета сейчас будут потихонечку тейпировать то есть вот они стволы есть я прикладываю и тихонечко тихонечко их обкручиваю как бы объединяю стволы между собой этим же самым цветом сюда сразу еще один залез вставлю получу такую ветку разную сторону так вот за конфетами срочно ой олечка я рада что я тебя стимулировала так и мне надо расположить их вот здесь вот хочу вот так вот свесить вот именно свесить но прежде чем я их свешу я добавлю сюда зелень потому что здесь зелени не хватает может быть травка ваша может могут быть фунтики то чем вы пользуетесь я получу сегодня я делаю зелень то есть использую только зелень то есть я вот так закрыла она у меня все придется ее втыкать туда я знаю что я сделаю я ее просто положу вот здесь вот положу и приклею к основе потому что мне надо чтобы она свисала даже можно будет сделать ее вот так вот положить под шиповник вот то есть я ее положу под шиповник она мне сразу закроет но ножку надо обязательно прикрепить к основе чтобы она не вылезла так теперь мы берем физалис добавляем сюда пусть свисает можно даже вот так вот его поближе чтоб свисал это свисал это свисает а это оставим отлично то есть наша фантазия пошла уже работать как мы хотим как как нравится даже и как хотим а как нравится так здесь веточка воткнем ее то есть заполняем уже промежутки так сразу чувствуется что мне не хватает здесь шиповника шиповник потерялся вот то есть мы его добавляем так этот физалис немножечко так сдвинем сюда еще сейчас задобавлю вот веточку шиповника наверное еще повыше можно сделать то есть другой стороны вот по центру я сейчас распределю а можно даже и смотрите как сделать ее же можно вот так вот повыше сделать пусть она будет еще высоко то есть шиповник вот этот объединяется с шиповником вот так сейчас я разверну ее то есть вот такая целая ветка шиповника будет точно так сейчас я сделаю только единственное когда мы работаем с большим шиповником он может у нас упасть обязательно его нужно скреплять с более толстой проволочкой так сейчас я найду где-то и пленту я делаю я потерял то и пленту не могу найти с которой работала где-то под бумагой а вот нашла все я ее нашла так скручиваю зима напоминает зима знаете что напоминает а вот эти вот осенние эти они больше похожи конечно на зимний вариант так засунули ну да тем это мы ее осветлили если бы мы в оранжевый цвет покра покрыли было бы так а давайте может быть другую другую зелень использую смотрите у меня же такая вот есть она может быть больше подойдет тоже как елка ну ладно это не елка это интересно такая трава не знаю как называется вот так вот она у меня так и вот этот связались тоже три штучки я сейчас тоже так вот объединю и мы с задней стороны его приложим здесь где пусто мы его как раз и уложим вот так знаете зима почему напоминает я белым акрилом покрыла вот было бы желтизна именно зимний зимний этот был бы вариант так сейчас здесь вот даже наверное еще подрежу чтобы ниже розы было так это я прикладываю пониже так вот просто прикладываю вниз вот чтобы она вот своим кустиком как бы вот сюда вот падала так а на нее прикладываю уже физалис попробую его внутрь так так ну а все остальное уже заполняем и можно добавить ленточку вот этот новый год будет нет не хочу так ну все давайте мы сейчас быстренько все это остальное зеленью заполнил осенний так хвостики хорошие пушистые очень такая зелень красиво получилось так здесь здесь сейчас эти хвосты подрезаю так тут вот все зелень ушла если по нас было побольше конфет то Мы бы могли сделать побольше конфеточек. И еще у меня тут осенне-осенне. Можно добавлять еще и вот такие вот шишечки. Ну, не шишечки, а дополнительные ягодки, растения. Особенно хорошо подошли бы они там, где промежутки у нас остались. Вот тут вот вы можете все заполнить розы, шиповник и физалис. А у меня вот получилась вот такая вот необычная композиция. Корзинка такая-такая. Так-так. Вот так. Ага, вот здесь вот, смотрите, прям осталось, да, место. Чем можно сделать? Мы можем добавить... Давайте посмотрим, что лучше добавить. Вот это между физалисом. Либо добавить вот это. Давайте с вами подумаем. Что больше нравится? Я думаю, что этого уже много. Делайте шиповник и добавляйте больше шиповника. Все. Субтитры сделал DimaTorzok